Сегодня 16 августа 2017 года мы на выставке ярмарки пчеловодства, меда и продуктов пчеловодства в Институте пчеловодства имени Прокоповича. Видите, тут поют кузнечики, свиринькают имя пчеловоды, показывают свои труды. И вот здесь я встретил Владимира Барана из Львова. Мы с ним уже давно знакомы по Апимонии 2013 в Киеве. Владимир показывал свою конструкцию казацкой улей. А сейчас приехал уже с усовершенствованной, такой более стабильной структурой своей улей, которой прижился вот в народе название улей термос. И я вижу, я уже посмотрел, как он устроен. И сейчас мы хотели бы рассказать и показать это внутри, и почему он термос. Заглянем внутрь, один раз лучше увидеть, чем 10 раз услышать. Володя, рассказывайте, как устроен ваш улей, начиная вот с крышки. Крышка без вентиляционных отворений. Дальше у нас идут... Надставки. Так вот, одна мы, допустим, убрали, а здесь надставочка уже полная в полурамочками. Стандартно 145 рамочка, 12 рамочек. 12 таких небольших полурамочек. Это уже когда идет медосбор. Это великое дело поставить сюда рамочки для сбора меда. Так, а вот здесь как раз внутри и гнездовая часть. Да, отчего улей термос. У нас есть двухстенка, между которыми поветрена подушка. В середине у нас есть внутренний гнездовый корпус, который имеет форму и объем, соответственно, до дупла. То есть это придумали бджоли. Форма соответствует дуплу. Вот такая высокая, узкая, высокая рамочка такая. Это стандартная украинская рамка, только сближена по высоте. Ширина 30 см, высота 59 см. Вот этот объем гнезда у нас должен витримовать максимально яйцекладку. Не больше и не меньше. У нас равный квадрат. Мы можем на холодный занос, на теплый ставить. Какой лучше проверенный, на холодный занос, а на теплый? Я ставлю на холодный. И что дает вот такая высокая очень рамка? Я знаю, она дает прежде всего хорошую зимовку. Это и зимовка, и литу, раение. Гнездовая распитная часть должна быть только суцильной. А так оно предупреждает раение. Семья растет, растет, но не спешит раиться. Так точно. Дальше мы ставим вот это. 200 лет назад придумал Петро Прокопович, наш земляк. Это так званая сучасная раздельная решетка. Хотя тут проходят и вольно, и матка, и трутни. Но матка вверх в данной конструкции не идет. А почему не идет? Потому что там хватает, и всегда есть место для максимальной яйцекладки. И вот эта дошка плюс наша рамка, верхняя планочка, это створяет эффект взрыва гнезда. Все. Из этих гнездовых рамок мы никогда не качаем. Ни разширения, ни звужения гнезда, ни заставни. Мы туда фактически не вмешиваемся. Нам рамки там потрібны только, чтобы обновить гнездо. Все, начался медосбір. Мы снимаем подушечку. Вот так у нас идет на зиму. Один пустий стандартный корпус. Тут легенькая подушечка и крышка. Все, подушечку забрали. Зимний вариант. А вот такой будет вариант летний медосборная. Мы ставим побольше медовых надставлений. Дві, три, четыре. О, много. Не меньше дві сразу. Чому это так же, как противоройовый метод. Чтобы они видели объем работы на период. Не на неделю, не на месяц. А, возможно, на целый сезон. Мы надставили, когда мы ставим эти, как появились первые трутни. Еще до роиня массового два недели, а то и больше. А мы сразу на период ставим. Вони, звичайно, они сразу тут не будут відбудовувати интенсивно. Вони по цьому объеме лазать, прикрепляють вущину до рамок, рамки до корпусів. Як только начинается медосбор, они приступают активно туда відбудовывать и заносить нектар. Если, например, похолодало чуть-чуть, они сразу раз туда в гнездо. Оця роздельная душка с пропелами, вона так же виконує роль діафрагмы. Мы не охолоджуємо гнездо, как ставим много корпусов. Если, например, в травм году еще погода нестабильна, похолодало, воно держит им тепло. Утеплитель такого. Да, бджоли не греют, как в других улях целый в улице. Они греют только расплит, гнездо. Ось вся технология. То есть минимум туда мы не лезем. Мы наставили наставки, а мед уже можно забирать в любый час. Даже как это делал прокупович в поздней осени, чи на початку зими, уже когда снег. У нас в любом случае клуб будет там. И мы приходим, и в любый час соби спокойно, без дымаря, забрали... Целый корпус. Ну, все корпуса, что у нас есть. Поставили, так как я говорил. Корпус, подушечку. И спокойно работу завершили. Так, если поддимемся с верху, у нас видно, что у нас под гнездовой частиною сеточка полностью. Сеточка против клеща. Я уже два года, как не использую, я до химиката. Вот здесь отдельная донышка у нас показана. Вот отдельная донышка. Можно посмотреть. Мы видим, что она сеткой. И на зиму мы закрываем сеточку, чтобы тепло не выходило. В любый час мы подходим соби зимою, вытянули под морщик, там подивилися по его размещению, по кількости. Мы уже знаем всю ситуацию, не треба лезти в гнездо. И закрыли. Тут так уж прокрывается дощечкой. Да, тут можно зад и стопы боку. Дверцы такой, дверцы закрываются. И все. А вот, как же зимует, на скольких рамках у вас сильная семья зимует? Незалежно, яка семья, незалежно от яка пора року, завжди 8 рамок у нас тут. Вы их не меняете в течение сезона. На следующий сезон, как же их надо менять, обновить? Обновляем. То есть, оцей просвер выполняет несколько ролей, 6 функций выполняем, в том числе, для обновления гнезда. Ранною весною в нас оці крайні, как правило, они еще имеют остатки меда. Я их беру 4, там, может, 2, 4, вставляю сюда. Сюда, в нас расплит всегда тут. На тихо. То есть, мы не разрываем расплит. И сюда вставляем с новой вищенной рамки. За месяц, там, за який час они переносят эти остатки. Выберут мед, там остатки все. И на переплавку. Мы уже чистенький солдат. тут они отбудовывают помаленько соби, развиваются, как в природе, с верху по вертикали, с верху и пошли вниз. Развиваются, развиваются, развиваются. А когда зимуют, то наоборот, потихоньку вверх поднимаются. Сидят где-то по центру и потихоньку, потихоньку поднимаются вверх. Им хватает полностью еды на узко-высокой рамке до самого начала весны. Так, плюс оцей простор повітряний выполняет зимой. У нас иде, как я говорю, кришка безвентиляционных отварей. У нас иде тероидально, поднимается тероидально, циклическо, с экономией тепла. И этим обеспечивается как термос. Вот, власне, еще и назва пошла от этого. Плюс у нас при интенсивном медозборе идуть бджоли, они заходят в основном через основный литок, идуть между корпусным этим пространством сразу в медовые рамки. Идуть быстренько пробегают по дороге. Нема переповнення розплодной частины рабочими бджолами. Они не заходят а сразу по такому бджолопроводу проходят верхние корпусы. Потому что это также увеличивает уверенность дуреюня, переповнение рабочими бджолами гнезда. И плюс при интенсивном медозборе мы открываем отворы. Верхний литок. И у нас отбывается так уж иде тяга между корпусным простором через медовую медовую рамку. Концентрация увеличивается вентиляция медовой части, не шкодячи гнездовую. Вот если взять другие и другие улики, мы открываем вентилятор, вроде покращиваем, уменьшаем работу бджолам, им легче, но одновременно мы охлаживаем гнездо. Тут такого нет. Ясно, интересная, интересная конструкция. Вы уже испытали, у Вас сколько уже готовых таких рабочих вулев? У меня не больше десятка таких. Я полностью сейчас перехожу на эту систему, буду расширювать пасеку. Сегодня встречался с Чехии приезжал, зацекавленные люди были, на минулой выставке из Франции зацекавились данной технологией, они будут в себе на фирме как новинка даже в интернете. показывает свою пасеку и показывает свою конструкцию. Нам интересно обозреть как система его работает. А тут рядышком у него есть такое приспособление, тоже удобно. Раз, можно рамочки использовать. Ставите такой стоячок для крепления рамочек. Вынули, посмотрели, подержали, чтобы на землю не ставить, чтобы пчелы не травмировать и что-то не травмировать. Спасибо, успехов. Покажем еще с лицевой стороны леточек. Можно съемный. У меня завжди вот так, прямо до сбора, безприлетный. Даже безприлетный. Они сразу туда залетают. Можно поставить тут даже для сбора пыльцы. У вас такое есть. Спокойно вы можете использовать тут заменить и пыльцеулавливатель такой поставить. Быстренько. Раз, голубок в хозяйстве. Хороший сбор пыльцы. Вот будет такой домик с отверстиями, как обычный, эффективный. И внизу будет большая такая коробочка для сбора пыльцы. После мадозбора нужно уменьшить леточек. Маленький получится леточек. Меньший. Если перевертаем, то там полностью закрывается при транспортировке. Спасибо, Володя. Вы тоже можно сказать как настоящий пасечник украинский. пасечник золотые руки. Желаю вам успеха, вам и вашей семье, чтобы все у вас было хорошо, как все было доброе. Желаю вам успехов в развитии пчеловодства и в домашних правах. Спасибо. Удачи. Смотрите канал Владимира Барана и тоже заглядывайте на мой канал. Мы будем обозревать разные интересные успешные технологии пчеловодства Украины. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо, Володя. Володя.